Девушки отдыхают 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну и кто тут у вас начальник? Кто главный в саде? Дружище, давайте поскорее, а то скоро уже утро. Я вас спрашиваю, кто тут главный? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ясно. Это ты. Ты главный и должен заботиться об остальных. Я собираюсь всех вас увезти так или иначе. Ты можешь мне помочь, и всем будет легче. А можешь сопротивляться. Но предупреждаю, будет хуже всему стаду. Мы поняли друг друга? С чего вы взяли, что он главный? За все эти годы в коридорах власти я научился определять начальника. Тяни. Точно его? ТЕЛЕФОНОК В ДВЕРЬ Давай, начальник. Давай. Идем. Ну же, давай по-хорошему. Идите. Вот так. Он пошел. Давай, давай сюда. Работай. Идем, идем. Давайте. Слушайтесь, господин Ома. Идем, коровки. Идите за своим начальником. Давайте, давайте. Вот так. Хорошо. Вот так. Идем, коровки. Извини, я снова тебя разбудила. Как же я могу заснуть, если ты постоянно ворочаешься и включаешь телефон? Да я просто не понимаю. Зачем посреди ночи Голян продает коров где-то в глуши? Он ведь на госслужбе. Зачем ему это нужно? Вы занимаетесь архитектурными проектами, а не сельским хозяйством? Или это какое-то мероприятие у вас? Я не понимаю. Ладно, Лилия, не гадай зря. Я кое о чем... кое о чем тебе не сказал. О чем это? Магалян уволился. Что? Потише, а то мама услышит. Когда он уволился? В прошлом месяце. Предсказуемо. С его характером и нашей запутанной историей вряд ли он смог бы долго проработать с тобой. Это не страшно. Какой отдел его перевели? Ты меня не поняла. Я говорю, он уволился. Я поняла. Он больше не заместитель. Но куда его перевели? Не перевели никуда. У него нет работы. Не может быть. Это же госучреждение. Верная чашка рис. Он уволился и отказался от своего риса. Он вообще оставил госслужбу. Поняла? То есть, получается, он теперь безработный? Да, именно так. Теперь он сам по себе. Ну, как же так? Он столько лет там проработал. Зачем увольняться? Он что, провинился? Тихо. Мама. Лилия! Что случилось? Ничего, мам. Разговариваем. Ты спи. Разговариваете посреди ночи? Вы что, ссоритесь, что ли? Да нет, мам. Нам слили не из-за чего ссориться. Вы... Вы спите лучше. Спокойной ночи. Спасибо, брат. Ты молодец. Принял правильное решение. И выбрал верную дорогу. И я уверен, что все ваше стадо ждет светлое будущее. А вы всегда так подлизываетесь к начальству? Даже к коровьему? Не подлизываюсь, а говорю от души. Если бы я умел подлизываться, то преуспел бы гораздо больше. То есть, тогда бы вы увезли отсюда вообще все стадо, да? Все извите. Не надоело еще? Гуэнцэн. А? Ну что, привязал уже? Привязал. Посчитай. Ага. Стоять. Два, четыре, шесть, восемь, десять. Почему ты его не остановил? Я пытался, но не смог. А почему раньше мне не сказал? Ты бы его тоже не остановила. Но я хотя бы попыталась бы. Люди рвутся всеми силами на государственную службу, а он взял и ушел. Зачем он это сделал? Чем он теперь будет зарабатывать? Теперь понятно, зачем ему коровы. Выходит, он был вынужден. Его никто не вынуждал. Он сам принял решение. Если бы я мог его задержать, я бы сделал это. Но ты его хорошо знаешь. Почему ты так на меня смотришь? Я знал, что однажды ты так на меня посмотришь. И подумаешь, что это я виноват в том, что Моголен уволился. Я думаю, что ты должен был раньше мне сказать. И что тогда? Ты бы ему помешала? Лили, пожалуйста, не смеши меня. Ему плевать на тебя и на твои уговоры. Поверь мне. Если бы у тебя был шанс, я бы сразу тебе сказал. Он не потому что... Он хочет окончательно порвать с нами и сжечь все мосты. И этому явно не удается. Иначе он не позвонил бы тебе. Но ты подумал, чем он теперь будет заниматься? Он ведь совсем ничего не умеет. Кроме как свои бумажки перекладывать с места на место. Коров покупает. Что он будет с ними делать? Он ведь только на словах такой сильный и решительный. Ладно. Черт с ним. Какое мне до этого дело? Давай спать. Все, спим. Выключи свет. Угу. Все. 14 коров погружены в машину. 14? Это 3,5 миллиона. Двух не хватает. Давайте быстрее. Поехали отсюда. Скорее залезайте. Ладно, ты правда. Поехали. Ну, быстрее, быстрее. 500 тысяч. Давайте быстрее. А вы молодцы. Дело свое знаете. Уже погрузили моих коровок? Но вы забыли спросить. А сами коровы. Согласны ехать? Да что вы с ними позволяете? Вы вообще должны нам денег. Вы обманули нас. А теперь еще и угрожаете? Я позвоню в полицию. Попробуйте. Ну же. Посмотрим, кто окажется быстрее. Полиция? Или мы в верный топор? Взять их! Взять их! Нет, нет. Стойте. Прекратите. Давайте без рук. Может, мы еще можем договориться? Хотите договориться? Ладно. Выгрузите коров. И отведите их. Обратно в стойло! Да уж не думал я, что вы их найдете в такой глуши. Сколько раз уже приезжали. Да? И никто ничего не находил. Но коров я вам все равно не отдам! Давай, может, поговорим. А ну, стой! Пусть говорит. Говори оттуда! Лидомэн. Ты же не глупый человек. Сам подумай. Раз уж мы втроем сумели найти твоих коров, то Цзиншихао отыщет их без особого труда. И где ты тогда будешь прятаться? За границу их увезешь? Твое стадо стоит не больше трех с половиной миллионов. Я посчитаю их за четыре. В счет твоего долга. Посмотри на меня и запомни. Я никогда не бросаю слов на ветер. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что вы тут делаете? Ну что, не спит ли тебе, да? Такой молодой, а уже бессонница от стресса. Смотрю на тебя... Морщины уже появляются, круги под глазами. Видела бы тебя твоя мама. Она бы расстроилась. Спасибо, мам. Спасибо за заботу. Три часа ночи. Вы идите спать? Ну, молоко, ты все же выпей. Я специально грела. Да, хорошо. Для тебя пей. Ага, я пью. Я слышала, что ты избавился от Моголяна. Откуда вы знаете? Да я и не собиралась вас подслушивать. Но вы разговариваете так громко, что я все слышу из своей комнаты. Все прекрасно слышно. Комнаты даже не смежные. Как вы могли ее услышать? Ну, вы молодые, такие энергичные. Вас всегда слышно. К тому же, стены у нас такие, что пропускают фейсбуки. Я слышу даже, когда вы кашляете. Мам, не будем об этом, а? Я попью молока. Правильно, что ты избавился от Моголяна. Но я тут ни при чем. Честно тебе скажу, никогда он мне не нравился. Правильно, что ты убрал человека, который ни черта полезного не сделал для нашего общества. Я... Я серьезно ни при чем. Я выпью молоко, а вы идите спать. Уже иду. Уже иду спать. Да. Не выходите из комнаты. Спокойной ночи. КОНЕЦ Как вам коровы? Берете? А почем продаете? По 250. Так не пойдет. У ваших коров порода хорошая. Ну что с родословной? Неизвестно. А сколько молока они дают? Если вы этого не видите, это ваша проблема. И не пытайтесь давить на то, что мы торопимся. Да уж. А вы все понимаете. Ну хорошо. Назову честную цену. 200 тысяч. Ну нет. Это мало. 220. Но это моя последняя цена. Не хотите брать? Так мы найдем другого покупателя. Да я боюсь, что вы тут зря проторчите. И никто вам не предложит более выгодной цены, чем я. Хотите, возьму разом? Не хотите, как хотите. Господин Ма, как думаете, может продадим? Зато быстро и без проблем. А то действительно, сколько нам здесь еще торчать? Пойдемте. Не будем продавать? Уже продала. Когда успели? Только что через интернет. Крупное животноводческое предприятие. Цена хорошая и без посредников. По чем вы продали? По 300 тысяч за голову. Вот это да! Да вы чудо! Информационную эпоху, главное, это кадры. Эй, подождите! Дам вам 250 тысяч. Господин Ма, можно я открою кейс и посмотрю? Можно. Вот красота! Да я за всю жизнь не видел столько денег. 4 миллиона 800 тысяч. Все наши. Ну, конечно же, наши. Приятно держать полный чемодан денег, признайся. Не то слово. Может, будете держать себя в руках? Цианхуна, признайтесь, вы ведь тоже никогда не видели столько наличных, да? Юани, смотрите, самые настоящие. И все это наше! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Признаю, я не думал, что вам удастся вернуть хотя бы часть его долга. Но в любом случае, я не собирался оставлять деньги вам. Они мне самому нужны. Господин Дзин всегда ведет счет долгам. А? Ну, с этим Лидоменом я уже потерял всякую надежду. Так что не могу представить, как вам это удалось. Это все, господин Ма. Он был должен. Вот и вернул свой долг. Господин Ма, у вас есть честность и суровость одновременно. Но мне вот что интересно. Вы не только вернули мне 4 миллиона, которые он был должен, но и добавили 800 тысяч. Откуда взялась эта сумма? А за это следует благодарить госпожу Дзян и Нань. Женщина, которая не боится ехать в такую глушь и выбивает долги с такой эффективностью. Достойна восхищения. Браво! Кажется, вам по плечу любая задача. Нам просто повезло. Хорошо. Я сдержу свое слово. Как я и говорил с самого начала, можете оставить себе половину суммы. Гуань Цан, забирай деньги. Спасибо вам, господин Хао. Подожди, не торопись так. Лучше сразу взять, а то мало ли. Если вы верите в наши силы, то поверьте нам и сейчас. Ваша выгода может быть гораздо больше, чем 4 миллиона. Да? Вы хотите сказать? Инвестируйте в наш проект. Вы не перестаете меня удивлять своими грандиозными планами. Я вижу, что у вас есть потенциал. И что игра действительно стоит свеч. Учитывая ваши способности, я всерьез подумываю о том, чтобы вложить в вашу компанию всю эту сумму. Однако... Вас что-то смущает? У меня есть сомнения. У нас ведь семейный бизнес. И я один не могу принять такое решение. Тогда, может, вы пригласите нас на ваш совет директоров? Вы хотите уговорить членов правления? Все может быть. Хорошо. Завтра в полдень. За вами приедет машина. В таком случае до завтра? Конечно. До завтра. Господин Ма, госпожа Дзян. Я был бы очень рад сотрудничать с вами. А как же деньги? Поговорим после собрания. Пожми руку. О, спасибо, господин Хао. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Доброе утро. Серьезно выглядите? Вы тоже. Не надевали костюм с самой свадьбы вашей бывшей жены. А что делать? Все же важная встреча. Вы все подготовили? Конечно. Иначе нам не уговорить членов правления. Я очень рад, что вы мне помогаете. Не встите себя. Просто я не хочу, чтобы пять миллионов, ради которых мы рисковали жизнью, ушли у меня прямо из-под носа. Решительность и ум. Коварство и смелость. Я у вас не ошибся, когда выбрал себе в партнеры. Не спешите с партнерством. Подождем, когда у меня будет десять миллионов. Идем. Спа-центр? Вы уверены, что встреча состоится именно здесь? Водитель сказал, что это здесь. Добрый день, господин Ма, госпожа Цзян. Добрый день. Прошу, проходите. Вы только не смейтесь. Но члены правления это в основном... Тихонько. Так вот, члены правления это в основном мои родственники со стороны жены. Знакомьтесь, это старший брат моей жены. Рад знакомству. Да-да. А это младший брат моей жены. Здравствуйте. А это моя жена. Здравствуйте. О, вот так вот очень хорошо. Третий брат. А когда мы сможем обсудить проект? Так прямо сейчас. Тогда давайте начнем. Приглушенный свет в самый раз для проектора. В комплексе будут организованы система круглосуточного медицинского обслуживания, а также круглосуточная кухня и система развлечений. Все это позволит пожилым людям, которые будут жить в этом... Да-да-да, вот здесь вот, да-да-да. Ой, хорошо. Ой, отлично. Ой, извините. Продолжайте, продолжайте. А, то есть, наш жилой комплекс для пожилых людей будет учитывать индивидуальные особенности и персональные... Тише. Тише. Ой, да ладно, пусть спит. Да, да, да. Продолжайте, продолжайте. Ничего, ничего. Да, да, отлично. Что случилось? Небольшой перерыв, небольшой перерыв. Извините нас. Что вы творите, а? Ой, да ладно, ладно, подумаешь. Почему вы уходите? Как думаете? Я понимаю. Обстановка не очень располагает к работе. Не очень? Это издевательство. За все годы своей работы я впервые делаю презентацию в бане перед какими-то засыпающими мужиками. Я считаю это просто возмутительным. Там не только мужики, еще и женщины есть. Да какая разница? Очевидно же, что никого из них не интересует мой проект. Вы видите в них инвесторов? Будьте готовы к тому, что работать мы с ними не сможем. Подождите. Зачем так сильно нервничать? Ну, раз уж вы здесь, попробуйте расслабиться. Переоденьтесь. Попарьтесь, делайте массаж. Я не собираюсь тратить свое время на глупости. А если я скажу, что у меня есть план? Вот скажи. Где на ночь глядя носит этого Доу-Доу? Он не мог ошибиться адресом? Да он был уже здесь сто раз. Скоро будет. Восемь. Беру. А, погоди. Две. Послушай, ты водителю объяснил, как сюда ехать? Я что ему, нянька, что ли? Сам знает, как ехать. Распустили этого лоботряса. Послушай, он все-таки твой сын. А чего ты хотел, если ты вечен относишься к нему, как к врагу? Да ты посмотри, как он выглядит. А? Как какой-нибудь плейбой. А ты говоришь, я его распустил. Да он вообще-то весь в тебя. Да, конечно. Лучше бы он пошел в тебя. И бегал по бабам постоянно. Ладно, ладно. Я пас. Наигрался. Голян, подмени меня. Ну, у вас семейная игра. Не буду вмешиваться. Может, лучше вы? Хорошо. Нет, нет. Я не могу. Если честно, то я вечно проигрываю. Так что у меня правила. Только смотрю, но не играю. Ой, ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Пусть идет, куда хочет. Не расстроимся. Так вот и хорошо. Как раз четыре человека. Давайте, давайте. Начинаем игру. А? Вот так? Ах, неплохо. Что такое? Снова сложилось? Да нет, нет. Вы сегодня все время выигрываете. А вот так? Эй! А на бухгалку тебя. А теперь что? Ничего, просто у меня одна лишняя. Нет, ничего лишнего. Смотрите, смотрите. Семерка. Смотрите. Это сколько же получается? Посчитайте. Давайте закончим на этом. Последнее не в счет. Да-да, не в счет. Забудем об этом. Забудем. Вот это да. Вот оно, мастерство. Да просто повезло. И скромность. Только в игре по-настоящему узнаешь человека. Вас ждут великие дела. Верно. Последнее не считаем, да? Что такое? Теперь вы выглядите иначе. Сняли туфли на каблуках и стали менее агрессивной. Макияж смыли и стали более естественной. Кстати, у вас очень хороший цвет кожи. Да. Макияж тот же. Не смыли макияж? Вы прекрасны в любом виде. О чем я говорил? Господин Мам, как идут переговоры? Пока никак. Мы играли в мадзян. Простите? Переговоры это не всегда суровые мужики в деловых костюмах по разные стороны стола. Иногда к соглашению приходят с бокалом вина или водки. Иногда в бане или караоке. А иногда к соглашению приходят за игрой в мадзян. Пришли к соглашению? Пока нет. Но с игрой лучше завязывать. А то нам инвестиции не понадобятся. Я их просто возьму и выиграю. Так хорошо играете? Я вообще-то не собирался выигрывать. Хотел даже проиграть, чтобы наладить отношения. Но зато теперь я многое понял про их семью. К мнению старшего брата прислушиваются. Мужик он хороший. Два младших явно что-то скрывают. И все трое слушаются жену Шихау. Откуда вы знаете? Понял. Во время игры маджонг. А чего же никто не пьет? Давай, пьем. Подождите. Подождите немного. Не ешьте пока. Доу-доу. Может, ты представишь нам свою подругу? Лучше я сама, я сама. Добрый день всем уважаемым членам семьи. Меня зовут Хо-Яу-Яу. Я третий брат. Очень приятно. А я четвертый. Очень приятно, очень. А ты девушка нашего Доу-доу? Нет-нет, я подруга. Просто подруга. Да ладно тебе. Послушай, от меня ничего не скроешь. Это ведь мой сын. И я вижу, вижу, как он на тебя смотрит. Ты не стесняйся, угощайся. Раздели с нами обед. Да, я сейчас. Конечно. Давай, налью тебе. Давай, мне тоже. А? Салатик. А рыбку, рыбку, можно рыбку? А мне положи. Вот молодец. Совсем взрослый стал, верно я говорю. Сюда. Что ты тут делаешь? Я пришла знакомиться с родителями парня. Что-то такое. Ты же хотела, чтобы он исчез из твоей жизни навсегда. Скажу все на чистоту. Я как узнала, что ты собираешься навстречу, сразу решила позвонить Доу-Доу. Но это ведь тебя не касается. Конечно, касается. Еще как касается, между прочим. Все же ясно. Если ты решился с ними встретиться, да еще и в таком месте, то тебе что-то нужно от них. А раз так, я могу помочь. Если бы я решился так тебя подставить, был бы последним подлецом. Да ладно тебе. Никакой ты не подлец. Ты весь такой правильный, а у меня свои таланты. В общем, если что, я буду рядом. Вдруг пригожусь к тебе. Не благодари. Йоу-Йоу, ты садись сюда. Рядом с Доу-Доу. Крабы. Спасибо. Эй, где ты была? В туалете, где же еще? Ага, долго искала? Тебе что, никто не показал дорогу? У них тут гребешок вкусный. Попробуй обязательно. Налетай. Давай, еще вот это. Доу-Доу. Ты угощайся, лошадь. Доу-Доу. А? Иди сюда. Я представлю тебе наших дорогих гостей. Это дядя Маголян. Знаешь, чем он занимается? И предупреждаю, лучше не становись у него на пути. А можно мне как-нибудь встретиться с ним? Надо бы кое-что обсудить. Эй. Поздоровайся, ну. Доу-Доу. Что ты молчишь? А? Вот что с ним делать? Извините, он такой что. Сразу видно, что ваш сын достойный человек. Пап, мам, у меня срочные дела. Эй, 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 куда? А ну стоять. Куда ты собрался, а? Даже не поздоровался с нашими гостями. Как ты собираешься управлять бизнесом? Тебе обязательно при всех унижать его? Мне кажется, ты недоволен не им. Ты недоволен его матерью. Что ты имеешь в виду? Говори как есть. Не ходи вокруг да около. Да как же я передам свое дело такому охламону? Ага. Ну что, решил включить большого босса? Вообще-то, когда ты получил компанию, ты был еще хуже, чем мой сын. Что ты говоришь? Хочешь сказать, что это твоя семья подарила мне компанию? Это мое дело. Я сам его открыл, а вы только помогли с деньгами. Я расплатился с вами сполна. Сейчас вы катаетесь у меня, как сыр в масле. Как разошлось. Вам что, мало что ли, а? Чего вы от меня добиваетесь? И то правда. Все эти годы ты работал, не покладая рук. Устал, наверное. Может, ты бы лучше отдохнул? А мы с братом стали бы управлять компанией. Как тебе идея? Мне нравится. Поправишь здоровье заодно. Если я уйду из компании, вы за пару дней все потеряете. Потеряем, ну и пусть. Зато твоя морда перестанет маячить перед моими глазами. Сами справимся. Знай, что мы выживем. И без тебя. Понял? Я понял. Вы решили испытать мое терпение. Так? Так. И... 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 И...